Слушай, ну смотри, в первую очередь я хочу тебя поздравить с тем, что нам одобрили визу, потому что я считаю, что это, наверное, даже не только твое счастье, твоя радость, потому что мы тоже за всех наших клиентов очень прям переживаем, всегда стараемся, что любой положительный результат – это результат совместный. Спасибо. Хотела тебя спросить, скажи, пожалуйста, почему ты вообще выбрал Польшу, что послужило твоему выбору? Ну, как сказать, там очень было много вакансий по работе, и как-то недалеко от дома, да и для начала я решил, что Польша самое то, как-то так. Никаких веских причин, просто понравилось, что есть в Польше много работы, и я решил начать с Польши, так сказать. Ну, в принципе, да, знаешь, очень многие действительно выбирают Польшу как начало своего какого-то пути, но реально попробовать просто. Те, кто даже, может быть, ни разу не выезжал за границу, а тем более не работал, Польша как самый хороший вариант. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя страхи вообще, начинается миграционный процесс оформления там долгосрочной визы именно в период пандемии? Блин, нет, страхов вообще не было, потому что, ну, как-то, как-то не знаю, просто соблюдать режим, не было страха вообще. Ну, скажи, пожалуйста, ты ведь понимал, что, в принципе, в период пандемии то границы закрываются, то открываются, визовые центры непонятно как работают. Да. Вот это тебя не остановило, скажем, вот в принятии твоего решения? Нет, потому что я знал, если даже границы, они будут закрыты, то рано или поздно откроют. Я, как бы, подозревал, что будут какие-то вот, ну, моменты насчет того, что будут тупняки, что ли, вот в визовых центрах и так далее. Ну, нет, я захотел, я решил сделать, и у нас получилось, так сказать. Окей, хорошо. Расскажи, вот в Крате, как прошло твое оформление визы? Потому что, конечно, это было очень долго, то есть сроки оформления сейчас у нас месяц, да, где-то получилось. Вообще, с чем тебе пришлось столкнуться? Ну, для начала столкнулся с тем, что в визовых центрах работают не в полной мере люди, сотрудники, а людей, которые хотят уехать, их очень много, вот. И из-за этого, вот, были какие-то вот, ну, задержки, очередя, ну, блин, опять-таки, ничего сложного, просто больше времени пришлось на это все потратить, а так все прошло нормально. Ну, и ожидание, оно, конечно, томительное, да, согласись? Да. Окей, хорошо, когда вот ты получаешь паспорт, открываешь его, не знаешь, что у тебя там, какие ощущения, когда ты открыл свой паспорт? Ну, конечно же, радость, позитив. Ну, да, потому что мы уже готовились, мы всегда строим план Б, если вдруг что-то не так, конечно, мы понимаем, что нам нужно идти до конца, поэтому мы всегда делаем либо апелляцию, либо уже думаем, как нам вообще выходить из этой ситуации, но все здорово, что получилось все с первого раза. Я, конечно, желаю тебе успехов, спасибо за то, что тоже за это внимание, потому что очень много зависит от самого клиента, да, потому что иногда, ну, люди, скажем так, начинают спорить с этой системой, говорить, почему все так сложно, я хочу более просто, да, то есть, ну, на самом деле здесь очень много зависит от человека. Спасибо вам, спасибо вам в первую очередь, вы мне помогли в этом непростом деле, я бы сам навряд ли справился, потому что очень много вот каких-то вот тип документов, там, туда-сюда, и в первую очередь вам спасибо, вы реально очень мне помогли с этим. Окей, ну все, тогда мы уже там билет на готове, завтра у тебя вылет, пакуй чемоданы, будем на связи. Спасибо, спасибо большое, Алена.